Всех приветствую на своём канале, меня зовут Ангелина, кто ещё не знает, и в преддверии праздника я решила приготовить праздничный ужин на 14 февраля на двоих, но готовлю я заранее, в воскресенье решила, что ужин будет немного раньше, потому что в понедельник после работы уже не хочется ничего делать, ничего готовить, да и в принципе я не успею, так как рецепты я нашла довольно-таки сложные, не то чтобы сложные, они состоят из нескольких этапов и довольно-таки так прилично отнимают время, готовить я сегодня буду и закуску, и салат, и горячее блюдо, и десерт, это видео будет очень интересным, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии, Все рецепты я оставлю в описании под видео, и пожалуй приступим к нашему сегодняшнему марафону приготовления праздничных блюд Здесь у меня подсолнечное масло 75 грамм, сахар обычный можно использовать коричневый, здесь я просеяла муку, корицу, соду и разрыхлитель, сейчас нужно будет венчиком все это делать, сбить, и здесь у меня морковь с цедрой, апельсином Сейчас буду взбивать, здесь у меня два яйца с сахаром Буквально 5 минут взбиваю яйца с сахаром и начинаю добавлять потихоньку подсолнечное масло небольшими порциями И в это время продолжаю все взбивать, блендер как бы не останавливаю И когда масса уже увеличится в объемах, станет такой более пышной, в принципе этого уже будет достаточно Вот так у меня взбились белки, к ним сейчас буду добавлять сухую смесь по чуть-чуть и перемешивать Сейчас сюда же добавляю 250 граммов моркови и буду тщательно это все перемешивать, чтобы консистенция была однородной Кстати, обычно я ложила всегда свежую морковь, а в этот раз положила замороженную И на вкус это никак не повлияло Я застелила противень и бумага для выпечки и на нее уже выкладываю само тесто Сейчас разровняю все это тесто лопаткой и буду выпекать при 200 градусов буквально 25-30 минут Вот у меня морковный порш получился вот такой вот тоненький Сейчас нужно будет готовить крем, а он пока остывает Крем будет готовить на основе рикотты, сливочного масла и еще добавлю сахарную пудру Совсем чуть-чуть, чтобы крем был не такой сладкий Бисквит уже остыл и я нарезаю сейчас вот такой железной формой ровненькие квадраты В прошлый раз сделала круглые пирожные, в этот раз решила квадратные И, кстати, рецепты я всегда использую самые разные, чтобы как-то разнообразить вкус В зависимости от ингредиентов все равно как-то вкус меняется Хотя не такая существенная разница везде Ну, крема намазываю совсем чуть-чуть, потому что много не люблю, когда слишком жирно Вот, а, в принципе, крем из рикотты мне очень нравится Он не такой жирный, как из маскарпоне, вот, но такой же вкусный Чтобы как-то украсить мое пирожное, я сверху положила измельченные остатки бисквита, которые у меня остались от неровных краев И сразу вид, конечно, у пирожного получается другой, более такой интересный Ну и сверху посыпают пирожное измельченным грецким орехом Картошки своей я долго не буду акцентировать внимание Вы можете увидеть подробный рецепт у меня на канале Обязательно проходите, потому что картошка получается нереально вкусной Кто-то уже готовил по моему рецепту И отписали, что им очень понравилось Вот, здесь ничего сложного Просто добавляю немного подсолнечного масла Различные специи, которые вам нравятся Можно добавить панировочные сухари И всю эту картошку тщательно перемешать И выложить на противень И готовить примерно, ну, у меня выходит 50 минут, час в духовке при 200 градусах На гарнир приготовлю немного спаржи Она у нас дорогая, поэтому я добавляю несколько штучек Просто в дополнение к гарниру Отрезаю хвостики Их ни в коем случае не выкидываю Я их замораживаю обратно И добавляю потом в бульон, в суп И они тоже придают такой приятный вкус А саму спаржу очищаю тоже от пленок Кто не пробовал, на вкус она чем-то похожа на стручковую фасон С ореховым привкусом Спаржу готовлю очень просто Наливаю в сковороду немного воды Чтобы она покрывала всю спаржу целиком И закрываю крышкой И буквально минут 10 спаржа уже, в принципе, готова Проверяю готовность спаржи вилкой или ножом Просто протыкаю Если мягко, значит уже готово Также я поставила уже воду на то, чтобы отварить брокколи Сейчас приступаю к фуршированным шампиньонам Впервые решила приготовить их дома Я нарезала заранее мелко лук-шалот Вместе с измельченным чесноком И сейчас от шляпок отделяю ножки В этом рецепте лучше брать большие шампиньоны Потому что маленькие фуршировать гораздо сложнее И я думаю, вряд ли, что получится Сейчас ножки также измельчу Сюда же добавлю немного буквально бекона для вкуса И лук, чеснок, бекон и сами ножки грибов Буду немного обжаривать на сковородке Вода на брокколи закипела Опускаю все брокколи Здесь все просто Варю до мягкости Затем обязательно промываю холодной водой Спаржа уже тоже готова Смесь моя для грибов уже поджарилась Грибы уже в форме Сейчас буду начинять мои шляпки Вот этой вот вкуснятиной И сверху посыплю сыром Уберу в духовку буквально на 10 минут Чтобы сыр расплавился Грибы приготовились И в принципе 10 минут вполне достаточно С рыбкой у меня тоже все просто Я положила ее в стеклянную форму Куски очень здоровые Скорее всего один кусок буду делить на двоих Потому что одному это съесть нереально Тем более с гарниром Добавляю немного оливкового масла Немного поливаю соевым соусом Также в свою любимую травку добавляю И соль я уже кстати не ложу Потому что соевый соус и так соленый И также добавляю сюда еще немного лимонного сока Убираю рыбку в духовку примерно на 200 градусов На минуту 20-30 Сегодня к овощам и рыбе решила приготовить соус на основе сливок Никогда до этого не готовила соус Но в этот раз решила, что будет суховато Если соус не делать Для соуса беру сливки В рецепте было сказано, что сливки должны быть 20% жирности Но я как-то это проглядела Купила сливки 10% жирности Добавляю сюда сливочное масло Немного чеснока Специи Соль Перец Лавровый лист Мускатный орех Орегано Майоран В общем все, что есть у меня Все сюда добавляю Хуже точно не будет И также в конце я добавлю мелко порезанный укроп Но, кстати говоря, о жирности сливок Наверное, 20% были бы намного лучше Потому что 10% у меня как-то не уваривались И соус был довольно жидким Я решила добавить ложечку муки Чтобы соус немного загустел И в принципе все получилось без комочков Соус однородный Мне соус по вкусу очень и очень понравилось Теперь, наверное, буду готовить его постоянно С рыбой сочетается и с овощами идеально Да, в принципе, даже с картошкой очень даже вкусно Как готовила соус, рыбка уже тоже приготовилась Посмотрите, вы не представляете, какая она ароматная и аппетитная Приступаю к салату И первым делом обжариваю немного бекон До золотистой корочки на сковородке Я также помыла и просушила смесь листьев салата Здесь, по-моему, родича, айсберг, что-то в этом роде Для заправки мне понадобится оливковое масло Бальзамический уксус, итальянские травы и лук-шалот Лук-шалот я вот так разрезала на две части Потом покажу, что с ними нужно будет делать Этот рецепт тоже не без изюминки Но зато салат получается очень-очень вкусным Итак, ложку бальзамического уксуса для заправки Три ложки оливкового масла Немного соли, перца, специи, каких вы хотите Но советую добавить орегано, базилик или итальянские травы Заправку всю перемешиваю И она у нас, в принципе, готова Листья салата я разложила уже в порционные тарелки Сейчас бекон поджарится Я его тоже сразу положу в тарелки И буду нарезать помидорки черри В кастрюле, где у меня обжаривался бекон Я сразу же наливаю обычную воду Когда она будет близка к закипанию Отправляю туда половинки лука-шалота Буквально где-то минуту Потом сливаю эту воду И на раскаленной сковородке Обжариваю эти половинки таким образом Поливаю их бальзамическим соусом И пока соус не выпарится Обжариваю эти дольки лука Далее, когда лук после обжарки остынет Разбираю его на слои, на перья Не знаю, как правильно сказать И красиво выкладываю на наш салат Прямо сверху А вообще я никогда не любила крупно порезанный лук В блюдах, где бы он только не был Обычно даже на суп очень мелко режу Лук, чтобы его не видно было И он никак себя не проявлял в готовом блюде В этот раз решила послушать девушку Которая описывала этот рецепт И не пожалела Потому что на лук это совершенно не похоже Наверное, такое прокатит только с луком-шалотом С обычным репчатым Конечно, это будет не настолько вкусно Ну и поливаю наш салат заправкой Когда подам на стол Мы его уже, соответственно, перемешаем Он лучше пропитается Сказываю, что в итоге получилось Я сделала еще бутерброды с укрой и с рыбкой У меня еще остался суп с предыдущего дня Японский Ну и разложила орешки, фрукты Сок поставила на стол В общем, вот такая красота и вкуснота получилась